всем здорова ребята в основном канале и сегодня будет небольшой такой небольшой такой ностальгическое видео по angry birds конечно же все вы знаете angry birds и сегодня я хотела поговорить как бы на тему angry birds рассказать как я с этим познакомился вообще поговорить насчет этой серии и так началось мое знакомство с angry birds и начало началось мое знакомство с angry birds именно с angry birds seasons вот геймплей которого вы сейчас наблюдаете на экране то есть вот это вот самая-самая древняя самая первая версия angry birds практически те самые вот angry birds хэллоуин angry birds вот это вот которая была выпущена ну то есть вот эти вот angry birds seasons то есть вот как хэллоуин там было выпущено к пасхе там картины к рождеству к новому году вот это все и так познакомился я с angry birds в далеком 2011 году в садике как мне сказала мама потому что я ничего практически вот этого не помню потому что я был уж слишком маленькие вот эти вот моменты они как-то слабо запоминали что ли в общем я подзабыл моменты и поэтому говорю вам вот как я познакомился только со слов моей мамы знакомился я в садике пришел прихожу домой сажусь кушать и говорю маме вот что это там и гибет и гибет вот что за и гибет непонятно я решила когда когда меня и когда я стал чуть-чуть постарше где-то может быть через годик мне уже разрешили сидеть за компьютером ну естественно под руководством взрослого я естественно прошли просил и гибет как я тогда высказывал и не понимали что за и гибет и в итоге поняли что это angry birds я стал говорить что там типа надо птичками кидать в свинок ну вот как-то так все вроде бы поняли и так я начал смотреть всякие видео по angry birds и так я значит смотрел и потом я узнал что есть angry birds star wars то есть angry birds звездные войны и вот как раз примерно в то же время когда я и узнал и тогда и меня прям конкретно так накрыло и вообще практически со всеми франшизами со всеми играми познакомился практически в одной практически в одно время вот именно со всеми классными играми в одно время то есть караж bandicoot 2011 там я с ним познакомился с angry birds 2011 там с майнкрафтом 2011 в общем и когда я им сильно так заинтересовался angry birds там то я там не стали покупать и на день рождения на новый год на всякие праздники стали дарить просто тонны мерча по angry birds у меня были и фигурки и майки и всякие чего у меня только не было в общем так вот в принципе с angry birds с обычным я так особо долго я в него не играл тогда потому что негде было играть у меня был комп но на компе никто мне его не скачивал хотя нет папа мне принес диск откуда-то я уже не помню откуда он был может быть он окупил в общем диск с angry birds он почему-то не работал с angry birds seasons на пк но он не работал и так сейчас может плавно перетекаем к angry birds star wars ну вот и наконец-таки я добрался узнал что такое angry birds star wars вот это вот angry birds звездные войны и вот тогда все вот тогда просто мне крышу сорвало вот angry birds звездные войны это по моему лучшая серия звездных войны на первый star wars насколько же он был шикарен то есть я смотрел геймплей я смотрел разные видео вот эти капсцены как мне просто это мозг взрывало это было просто просто что-то с чем-то это как сейчас мне взрывает мозг crash bandic u4 it's about time у пример для меня это было то же самое на тот момент он был относительно свежим в него играли все практически все у кого были какие нибудь смартфоны планшеты пк все в это играли итак наконец-таки мне на день рождения я просыпаюсь значит просыпаюсь я от какого-то вошка не что рядом со мной что-то вошкается мне на живот кладут планшет коробочки новый я чуть ли не я там прям кипятком сал от этого потому что это же сколько я игр смогу накачать но потому что ну просто мне крышу тогда снесла я открываю планшет и там уже смотрю там уже установлены игры angry bird seasons чего там только angry bird seasons angry bird звездные войны чего там еще и и то и мой говорящий том и разные игры но первым делом я конечно же открыл angry bird star wars именно вот первую часть я поиграл насколько же это было классно я чуть ли не мог поверить что играю реально я а не смотрю геймплей в общем играю играю я мне это все очень нравится мне покупают очень много игрушек поэтому и потом в какой-то момент я стал замечать что мы с мамой ну мы с мамой и ходили в магазины разные есть магазин такой бегемотик может быть кто-то знает и вот тогда мы периодически туда ходили где-то раз в месяц мне покупали какие-нибудь игрушки по angry birds на тот момент они стоили немного немало ну короче дороговато они стоили потому что angry birds тогда был популярен примерно на уровне как сейчас амонг ас вот все в это играли и поэтому мерч примор прилетался просто как горячие пирожки вот я стал замечать что появились какие-то на полках очень интересные фигурки на них была надпись одна половина белая другая красная и именно это были angry birds star wars telepods и сейчас мы плавно переходим как бы к angry birds star wars 2 но сейчас мы переходим к angry birds star wars 2 и так как я уже сказал на полках я стал замечать вот эти необычные коробочки angry birds star wars telepods и я стал замечать на них появились какие-то незнакомые у нее персонажи например тот же самый люк скайуокер ред но при этом у него волосы какие-то темные оби-ван кенови вообще какой-то слишком молодой йода вообще выглядит как-то странно и очень много неизвестных мне персонажей и так тогда я уже понял что поход там еще была цифра 2 и тогда я уже сказал маме мам типа а что есть еще какая-то игра мама вообще в принципе в этом не шарит узнавала в основном только от меня изредка что-нибудь она знала или читала в интернете и так потом я когда мы пришли домой я понял что я хочу все таки этот набор и потом говорю маме все таки я хочу этот набор и я не могу понять что же это за игра такая новая и мы стали оба разбираться мы пошли в плеймаркет и там была игра новая и я был в шоке и так когда я уже скачал эту игру я начал играть я настолько все было круто и тогда через какое-то время мы поехали опять в этот магазин мы купили этот набор и потом наконец-то я допер что же это такое мы почитали инструкцию оказывается эти телепоции можно телепортировать в саму игру это было так круто я их потом просто мы пачками эти наборы покупали огромные наборы по три тысячи например там огромные огромные корабли там всякие вот эти всякое то есть там где есть телепоции это было очень круто потом мы так их напокупали я это все играл в это все было очень круто и потом я уже узнал что есть вышел мультсериал повстанцы в 2015 году и к тому времени я хотел себе телепоции то есть по мультфильму про повстанцев но у меня их не было и в нашем городе их не было то есть мы их искали в магазинах и их там не было вот потом как раз таки и я познакомился с Angry Birds Rio то есть в звездные войны я все равно играл я в них и по сей день я люблю время от время от времени проходить первый Star Wars и второй тоже и когда я познакомился с Angry Birds Rio это я уже познакомился сам в интернете я же смотрю всякие видео по Angry Birds на тот момент смотрел и мне высвечивалось в рекомендациях всякие подобные видео и Angry Birds Rio хоть он и вышел к тому времени на тот момент давно и я про него узнал только вот в 2015 году и тогда я подумал типа что это Рио ну я смотрел на мультфильм Рио ну Рио Angry Birds что я заметил Angry Birds и Рио вообще очень любят делать коллаборации то есть с разными там вот Star Wars или Рио в общем я решил посмотреть что ж это такое я скачал эту игру уже сам потому что на момент 2015 года у меня уже был ну вот этот планшет я уже им полностью сам владел и когда я поиграл что-то очень похоже на Angry Birds Season обычный особо он меня не зацепил тогда я уже сказал маме что типа вам что это что это такое она посмотрела ну типа наверное новая часть Angry Birds мы поиграли я поиграл и моя мама как бы тоже пользовалась планшетом и тогда уже она стала играть в Angry Birds Рио она значит играла она хотела играть в Рио я хотела играть в Звездные Войны в общем периодически не могли поделить планшет но в принципе в основном если маленький миленький поэтому у меня всегда доставался планшет в общем Angry Birds Рио меня особо не зацепило а вот моей маме он понравился гораздо больше Angry Birds Go особо говорить про это нечего потому что познакомился я как раз таки где-то в 2000 где-то в конце 2014 в начале 2015 с Angry Birds Go Angry Birds Go мне не особо понравился потому что ну гонки я даже не знаю возможно я возможно он мне не понравился точнее нет как бы игра в целом нормальная сейчас-то я в нее поиграл и меня в принципе все устраивало но на тот момент у меня был не очень мощный был не очень мощный планшет поэтому 3д игр он плохо тянул и поэтому в Angry Birds Go еще и в онлайн он вообще очень сильно тормозило онлайн я вообще играть не мог в одиночной игре ну так себе если честно потому что скорее всего из-за лагов в общем вот так вот особо впечатлений насчет Angry Birds Go у меня нет поэтому не буду особо чего говорить так что перейдем уже к грустненькому Angry Birds Movie не скажу что это ужасно но посмотрев сам мультфильм хороший дизайн персонажей ну говорить вообще нечего к сожалению это хороший мультфильм но я бы сказал что мало чего имеет общего с настоящим Angry Birds Чак в оригинальных играх и мультиках которые 2д он был таким шустрым таким смелым хитрым наглым как бы в общем таким был чуваком без крыши безбашенный чувак короче был а тут он какой-то я даже не знаю как это описать здесь из него сделали какого-то дурачка Ред Реда особо сильно не поменяли так что с Редом в принципе все нормально из бомбы бомб был агрессивный агрессивный такой машины для убийств так сказать короче он был таким всем весит был такой серьезный напряженный молчаливый а тут из него сделали какого-то тупого жаробаса честно мне вот это вот не очень нравится еще и добавили руки лапы ну как бы руки короче крыльям добавили ведь в оригинальных играх они были просто шариками и как раз таки это было такой необычностью их индивидуальностью в общем вот это как раз таки мне непонятно со вторым со вторым фильмом Angry Birds 2 в принципе там уже сюжет поинтересней да и в принципе там все нормально ну насчет Angry Birds Movie в принципе я высказался мне особо сказать больше нечего и тут мы переходим к самому грустному Рови как я говорю я периодически люблю проходить старые игры по Angry Birds и как зовут настал такой момент что я вспомнила решил перепроекти и скачать там Angry Birds Star Wars захожу в Play Market их нет и тут я не понимаю что ж это такое хорошо потом я думаю может быть у меня просто что-то не отображается блин началась реклама как обычно я подумала может быть у меня что-то не отображается но нет я говорю другу может быть моему другу Никите наверняка вы его знаете по предыдущим роликам типа что за фигня у тебя тоже такое он такой ну каща посмотрим у него тоже самое тут мы не понимаем что это такое может быть на Android их удалили потому что у нас у обоих Samsung и у моей мамы тоже самое тоже ничего нет и у моего папы тоже в Play Market тоже ничего и тут я не понимаю что ж это за херня и тут я решил посмотреть разные видео в интернете да да я был прав их удалили вопрос нахрена нахрена все таки вот это удалять все ведь было так хорошо и так я был очень сильно расстроен и я не понимал почему что же Ровио не устраивает я стал копаться в интернете искать информацию что же случилось и в итоге нашел Ровио говорит что они удалили из-за того что они занимаются разработкой других игр и не могут по техническим причинам обновлять другие игры и тогда как бы их не статистика как бы никто не будет играть в эти игры но зачем их удалять это же не повод их удалять и в итоге я нашел как мне кажется неверную информацию потом я стала еще более копаться и кстати не обращайте внимание что я поставил на задний план Мандалорца просто так асантик и так я стала копаться что же почему же почему же так они решили удалить и в итоге я нашел ответ что в России в США вот в большинстве стран присутствует какая-то короче в каждой игре должно должно быть когда же создается игра естественно есть на нее авторские права документы там все такое и в документах должна быть какая-то очень важная часть и в большинстве стран то есть где документы именно на Angry Birds на Angry Birds вот оригинальные игры и Star Wars и Go и Epic в большинстве игр эти правила какие-то там были не соблюдены и поэтому из Play Market и из App Store их поудаляли но в принципе это правило или там какое-то дополнение внести в принципе просто но почему-то РОВИО решили этого не делать и просто оставить все как есть как по мне это ужасно ну как вы думаете компания все делает правильно и лично я думаю что нет но в принципе не все так уж ужасно потому что можно в принципе в интернете скачать с левых сайтов любые игры по Angry Birds то есть что Angry Birds что Angry Birds Season что оригинальные игры Angry Birds что Angry Birds Star Wars 1 и 2 в общем в принципе любые можно скачать игры по Angry Birds в Гугле или Хроме или Яндексе что там у вас с любого практически браузера ну собственно вот друзья такой вот получился ролик надеюсь он вам понравился вы поставите под ним лайк подпишитесь на мой канал напишите приятный комментарий всем пока друзья пишите пишите идеи насчет новых роликов что мне еще снять надеюсь что про Мельклёк какая-нибудь интересная мысля и я с удовольствием ее реализую всем пока друзья я